Лучшие молодые исследователи получили заслуженные награды. В столице Заполярье подвели итоги регионального конкурса учебно-исследовательских работ имени Антона Пырерки. Конкурс проходил в два этапа – заочный и очный, на котором юные ученые должны были представить на суд жюри свои исследовательские работы. Всего сразиться в научной битве смогли 14 ребят из школ и профессиональных учебных заведений от 14 до 25 лет. Они встретились на одной площадке в Нинецком краеведческом музее. Там же проходило и награждение финалистов конкурса. С молодыми и амбициозными пообщалась Любовь Пермякова. Люблю авиацию и вообще это актуально на территории Нинецкого автономного округа, так как авиационный транспорт является основным транспортом. И все-таки авиационный транспорт незаменим, так как в условиях бездорожья именно он является единственным транспортом в Нинецком округе. Авиация у нас все нормально? С авиацией все нормально. Только вот сейчас в этом году собирается закупка нового санитарного вертолета Ми-8 МТВ-1. То есть при закупке данного вертолета санитарные авиационные станции будут гораздо проще работать и перевозить больных. Восьмиклассник из третьей школы Роман Габдульбаров рассказывает о своей научной работе по развитию санитарной авиации в Нинецком округе. Долететь до победы ему не хватило несколько баллов, но он вошел в число финалистов очного этапа и получил специальный приз от Наринмарского объединенного авиаотряда. Полчаса назад мне вот в общем предложили вручить Роману, или продать вернее, и вручить на ту деятельность, которую я совершил. В общем-то я с вами согласился, потому что Романа знаю уже больше трех лет. Три года назад он сам пришел по неконкретно в галстуке к нам и сказал, а давайте мы поработаем вот на моей будущей диссертации. Я вот тему, конечно, забрал очень хорошую, это санитарная авиация от истоков наших дней. Тема, конечно, очень интересная. Молодец. Таких ответственных и интересных тем на этом конкурсе было много – 14. Например, работа еще одного участника конкурса, десятиклассника Дмитрия Слиневчука, перспективы использования альтернативных источников энергии на территории округа была высоко отмечена жюри. С ней молодой человек вошел в число призеров. Я хотел узнать, насколько выгодным будет использование вот этих альтернативных источников энергии, ветрогенераторов и солнечных батарей на территории нашего округа, и чтобы, возможно, впоследствии у нас могли их устанавливать и ими пользоваться. Рассматривать вот такие экономические и особенно экологически важные вопросы необходимо, и я решил, что нужно попробовать. Возможно, даже помогу нашему округу. Помочь нашему округу, но уже в плане экологии, решила и семиклассница Алена Тилкова из поселка Красное. Она стала победительницей в номинации, естественно, научных исследований. Вообще не ожидала, переживала всю ночь. Заснуть не могла очень долго. Думала, многое в мысли влезло. В рамках своей работы девушка в течение нескольких лет вела наблюдение на полуострове Костяной Нос. Мы прослеживали смены растительности на полуострове, которые происходят под влиянием разных факторов. И записывали, и наши исследования проводили в течение нескольких лет. Исследования проходили очень интересно. Мы прослеживали прямыми и косвенными методами. Прямыми, когда проводится в течение нескольких лет слежение за сменными растительностями. А косвенные – это когда уже приходишь и видишь, что там лишайники появились на пустом месте, дальше появились какие-то злаки. Кстати, проект Алены Тилковой набрал наибольшее количество баллов из всех работ, представленных на суд жюри. А это значит, согласно условиям конкурса, что девушка стала победительницей не только в своей номинации, но и всей научной битвы.